Обширное пространство Берингово моря. Январь. Почти 2,5 миллиона квадратных километров бушующей и непредсказуемой воды и одновременно дом для объекта самой прибыльной ловли – Аляскинского краба. Сложное оборудование, свирепые волны и жуткие погодные условия – все свидетельствуют об опасности. Открыт сезон лова краба. Из шести таких сезонов на Аляске именно этот больше остальных чреват гибелью. Всего несколько часов назад затонуло 28-метровое рыболовное судно Биг Велли. Начинается поиск с использованием всех сил и ресурсов. Обнаружены двое моряков из команды Биг Велли. Один спасенный из плотика жив, второму спастись не удалось. Четверых не нашли до сих пор. Поиски тех, кто выжил, продолжаются. Смотрите программу «Смертельный улов». Смотрите программу «Смертельный улов» Всего 48 часов назад краболовная флотилия вышла в море, открыв январский сезон. Все радиостанции передают информацию о трагедии судна, пропавшего в море. Капитаны ловят каждое слово, чтобы услышать хотя бы намек на случившееся с Биг Велли и его командой из шести человек. Из двух человек, обнаруженных к настоящему времени, только один жив и может рассказать о том, что же произошло. Он проснулся в 7.15 утра в полной темноте. Судно накренилось до 45 градусов и тут же крен увеличился до 90 градусов. Спустя несколько минут Биг Велли затонул. Первым ушел под воду нос корабля. Трое членов команды оказались в воде при температуре 3 градуса без спасательной экипировки. Больше 10 минут им не продержаться. Шестому удалось таки надеть спасательный костюм. Вполне возможно, он все еще борется за жизнь там, в бушующем ледяном море. Капитан Маверика, Рик Куашник и его жена Донна напряженно всматриваются в море в поисках хоть какого-то признака матроса. Я нахожусь примерно в пяти километрах от того места, где обнаружили плотик, и намерен двигаться в этом направлении. Я отлечу вперед километра на полтора, после чего поверну к вам. Вместе с Мавериком несколько других судов, среди которых Стимсон, судно полиции Аляски. Смотрите, смотрите, как можно внимательнее. Чем больше глаз смотрят, тем больше у них шансов. Команда участвующих в поиске судов понимает, задержка обойдется им в стоимость потерянных крабов. Но сейчас в море один из них, и это единственное, что принимается в расчет. Думаю, лучше всего смотреть с носа. Лучше всем стоять на носу. Если кто-то захочет взобраться на текелаж, отлично, но сзади никого не хочу. Мой лучший друг умер у меня на руках. В прошлом году Крис Рогдон и его брат Терри перевернулись на шамане, и он погиб. Так что место неподходящее, чтобы оказываться в воде. Я провел линию между тем местом, где сигнал маячка прекратился, и местом, где был обнаружен спасательный плод. Вероятно, плод дрейфовал быстрее, чем человек. Поэтому будем продвигаться к тому месту, где обнаружили плод. Потом я пройду еще километра полтора, метров семьсот, а потом мы вернемся. Это самое страшное для рыболовных судов. Ты не хочешь, чтобы такое произошло. Надеюсь, они найдут парня, которого ищут. Надеюсь, он жив. Однако найти человека в меняющихся течениях и бурных водах Берингово море спустя четыре часа после того, как затонуло судно, маловероятно. В час сорок пять дня тишину нарушает радиосообщение. 6-0-2-1, Стимсон, у меня срочная информация. Слушаем. 6-0-2-1, Стимсон, мы подобрали спасательную экипировку. Похоже, тут кто-то есть. Не хотите подойти к нам? Мы сейчас как раз под вертолетом. Я направляюсь к тому месту, где Стимсон подобрал в воде человека. Человека в спасательной экипировке. Стимсон, 5-7-0-9-8-2-8 Северный. 6-0-1-2, Стимсон. Похоже, объект сейчас без сознания. Плохой признак. Ребята с Стимсона подняли рыбака на борт и немедленно начали делать искусственное дыхание. Человек, которого вы обнаружили в воде, подает хоть какие-то признаки жизни? Шерман Стимсон, ответ отрицательный. Никаких признаков жизни. Понял, Стимсон. Вы продолжаете делать искусственное дыхание или оказывать какую-то первую помощь? Перехожу на прием. Делали, сейчас уже нет. Стимсон, говорит, Шерман, вас понял. Поиски прекращены. Конец связи, Стимсон. Ребята, возвращаемся вон туда. Пусть это будет завершением. И на этом закончим, ведь каждый человек на учете. Это Маверик. Стимсон, мы здесь намерены сделать то же самое. Так что прием. Прием. Берингово море забрало все, что осталось от Биг Велли. Капитан Гэри Эдвардс и четверо из пяти членов его команды погибли. Конец первой части. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ ЧАСТЬ 2 В 190 километрах к северу-западу от места, где затонул Биг Велли, команда «Леди Аляск» беспомощно вслушивалась в радиосообщение. Капитан Пит Лиски особенно переживает. Он знал всех погибших и считал капитана Гэри Эдвардса добрым другом. Ничем особенным мы сейчас помочь не можем. Только попытаться провести хороший лов в память Гэри. Готовы, ребята? У нас отличная приманка. Приманка у нас отличная, и ничто не может нас остановить. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отпускай. Пошла. Поразительно. Команда принимается за работу. Так они скорбят. Так они скорбят. В 765 километрах от дач-харбора Северо-западные в соответствии с названием Держат курс на северо-запад к России. Решение капитана Сига Хансона Вести лов в стороне от остальной флотилии Привело к тому, что он оказался достаточно далеко от района поиска. Я рассчитывал, что мы будем одни. Я понимаю, невозможно, чтобы в океане был только ты один, но Так как будто есть маленький пятачок, а кругом крабы, и вдруг неожиданно сообщение от ребят. Никаких судов здесь нет. Может, это и хорошо, а может, и плохо. А где мы точно находимся в пространстве? Не знаю. Я надеюсь на лучшее. Хотя официально лов разрешен, Северо-западный пока не имел возможности его начать. Мы готовы начать размещать ловушки где угодно, но придется, вероятно, потратить немного времени, чтобы снять брезент. Нужно снять брезент, который защищает ловушки от обледенения. Это как гигантский воздушный змей, как огромный парус. Не знаю, ребят, может, вы когда-нибудь и имели дело с гигантскими парусами, но эта штука по размеру в четыре раза больше. Для этого нужно три или четыре человека. Я был там, чтобы обеспечить безопасность. К тому же нужно следить, как они его снимают. И проклятие, если это сделаешь, и проклятие, если не сможешь. Нам это ничем не грозит, но сама мысль, что мы опоздаем до смерти, меня раздражает. Я хочу начать. Пора начинать. Наконец, брезент благополучно снят. Было немного страшновато, но ведь это наша работа. Закладывайте в ловушку приманку, и будем надеяться, что-то заработаем. Северо-западный готов начать лов. Но сначала должна быть выполнена важная норвежская традиция. Готов, Эдгар? Чем отвратительнее, тем лучше. За удачу! Да чего противно. Как сказал шеф, все, конец, спускайте. По крайней мере, нас не могут обвинить в том, что мы начали раньше. Он рад, наконец-то, начать лов. Из-за погоды и волнения установка первой связки ловушек становится трудной, но капитан может сделать операцию менее опасной. Когда проводится установка, мне хочется задержать дыхание. Все время хочу следить за скоростью, чтобы им ничто не угрожало. И в то же самое время я наблюдаю за ребятами. У меня здесь камер, так что все время вижу, что они делают. Обычно он предупреждает, когда с правого борта на тебя идет волна. Это очень плохо. Стараюсь, чтобы связки шли прямо, чтобы с ними было легче работать в следующий раз. Не хочется, чтобы они закручивались, как змея, если это зависит от тебя. Команда всегда следит за тросами на палубе. Ловушка, весом в 360 килограммов, отвесно вывешиваемая к океанскому дну, может утащить человека вниз, как якорь. Первая цепочка Сига, состоящая из 20 ловушек в воде. Ну вот, остается только кричать. В 480 километрах к югу от северо-западного операция по спасению Биг Велли прекращена. Команда «Маверика» и капитан Рик Куашник начинают лов. Всем уйти с носа. Капитан Рик сэкономит время, установив ловушки вблизи того места, где затонул Биг Велли. Готовя ловушки, команда проявляет особую осторожность. Я люблю помогать Рику постоянно наблюдать за палубой. На случай, если что-то произойдет. Чем больше глаз, тем лучше. Все, включая меня, действительно осторожны. Нужно действовать аккуратно и медленно. Работа в столь опасных условиях требует предельной сосредоточенности. Если команда хочет остаться в безопасности, мысли об утреннем несчастье нужно выбросить из головы. В продолжении следующих 6 часов они загрузят приманкой и приготовят на борту все 70 ловушек. Сегодня часам к 8. Все они будут на дне. Цепочка здесь, цепочка здесь. Хочу подойти куда-то вон туда и поставить еще одну. Между установкой очередных цепочек мы даем им 15-минутный перерыв. Тогда они работают быстрее. Они напряжены. Они жаждут увидеть краба. А сейчас мы развлекаемся. Через 6 часов можно будет определенно сказать, есть ли тут что-нибудь. Если они пустые, они будут пустыми, независимо от того, пролежат там 6 часов или 36. В 770 километрах к северо-западу от Датч-Харбора капитан Джим Стоун и ретривер, длина которого 41 метр быстро, догоняет северо-западный. Лов начался 6 часов назад, но мы все еще на пути к месту лова. И надеемся найти крабов. Надежда, надежда, надежда и удачи. Нельзя выразить, что это такое. Ретривер – большое судно, способное взять 115 тонн краба. Однако короткий сезон продолжается уже 6 часов, а все ловушки ретривера еще на палубе. Команда пришла сюда для заработка. Поэтому они немного дергаются, когда капитан Джим продолжает вести ретривер в направлении к полярному кругу. Какой смысл ставить ловушки там, где нет краба? Мне очень хочется использовать время лова, чтобы наловить больше крабов. Это впервые, что сезон открыт, а я все еще продолжаю идти. Но у каждого капитана свои соображения. По-моему, у нас еще часа 4 до выхода на палубу. Ретривер продолжает движение на северо-запад, а на море поднимается волнение. Палубный матрос Дахер Джордж отправляется вниз, чтобы в последний раз приготовить горячую пищу, пока не начался лов. Перед началом лова мы хотим приготовить вкусную еду. Когда лов заканчивается, тоже всегда бывает вкусная еда. Ну, так принято. Вот эти ручки. Они нужны. Они удерживают котел. Не позволяют ему упасть, иначе он просто улетит с плиты. Нельзя вот так подойти и открыть дверь холодильника, как вы это делаете дома. Тут есть маленькая щеколда. Открывать нужно медленно, ведь иногда все так лежит, что может выпасть. Все закрепляется надежно. Микроволновка, телевизор, магнитофон, DVD. Не совсем так, как дома. Сейчас я других судов не вижу. Мы тут одни. И становится страшно. Если что-то пойдет не так, или вдруг кто-то вывалится за борт, помощи ждать неоткуда. В начале капитан Джим опешил при виде буя с другого краболова так далеко на севере. Потом вдруг замечает северо-западный. Видно, он устанавливает ловушки. Его скорость около 8 км в час. До ретривера рукой подать. И капитан северо-западного Сиг Хансен испытывает некоторую зависть к этому судну. Джим рядом со мной. У него чудесное большое судно. Ретривер. Если он так же хорош в добыче крабов, думаю, он может вернуться с приличным уловом. Мы видели северо-западный всего в полутора километрах. Что-то они делают. Вполне возможно. Никогда не знаешь? Не знаю. Может, я немного ревную. У этого парня хорошее большое судно. Понимаешь? Только это может вызвать некоторую зависть. Это просто одна из вещей, которая делает тебя немного зажива. Но ведь нужно заработать. А лов длится очень недолго. Так что о размерах судна быстро забываешь. Поправь. Каждая связка опускается в два этапа. Нужно бы добавить еще раз, чтобы они оставались в воде дольше. Потому что Сиг хочет попробовать опустить несколько ловушек поглубже. В двухстах сорока километрах к югу от северо-западного ведет лов Виксен. В этом сезоне 34-летний Шон Майлз впервые исполняет обязанности капитана. Он до сих пор помнит, как начинал рыбачить, работая на своего брата в Орегоне 15 лет назад. Я был самым молодым и самым неопытным. Девять дней подряд я страдал от морской болезни. А брат все заставлял и заставлял меня. Мне приходилось работать на палубе. Я был в ужасном состоянии. После девяти дней морской болезни Шон выстоял. Мне всегда нужно было работать на воздухе. Из меня никогда не получалось работника в помещении. Люблю путешествовать. На Аляске я прежде никогда не был. Большую часть матросов торгового флота здесь составляют жители Орегонского побережья. Вся команда Виксена из Орегона. Чтобы ловить краба, необходимо треска. Вместо того, чтобы покупать приманку, команда Виксена использует специально приспособленные ловушки, которые заманиваются не краба, а треска. Некоторые капитаны уверены, что краб предпочитает свежую рыбу. Но точно одно. Капитан Шон сделал запас приманки и сэкономил кое-какие деньги. Приготовить первые три связки. Теперь, когда у Виксена есть запас приманки, молодая команда снова готовится к установке ловушек. А море начинает волноваться. Море 68, давление. Мне бы хотелось устанавливать ловушки вон оттуда. Все определяет погода. Они надеются, что их ловушки опустятся на труднодосягаемое золотое дно, где краб в это время водится в изобилии. Идет несколько высоких волн. Только время покажет, станет ли первый сезон Шона в должности капитана успехом или провалом. Конец второй части. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ В 480 километрах к северо-западу от Датч-Харбора команда рыболовецкого судна «Билликен» готовит приманку для первых в сезоне ловушек. Капитан Джефф Уикс – один из ведущих добытчиков флотилии. В этом сезоне «Билликену» не везет. Весь краболовный флот травмирован утренней потери «Биг Велли» и пятерых из шести членов команды судна. Капитан Джефф понимает, команду во время подготовки к спуску первой ловушки нужно подгонять. Готовы, ребята? Порядок! Опускайте! Возможно, нам потребуются часы. А3-4, чтобы охватить площадь, как нам бы хотелось. Все это поиски. Мы просто расставим их, потом вернемся и часов через 12 начнем проверку. Одна связка спущена, и палубные матросы начинают заправлять приманкой следующую. У всех ловушек есть пара маленьких веревок, которыми они соединяются друг с другом. Потом цепочка опускается вниз, и ты знаешь с самого начала, кто должен все их отсоединить. И крюком вытаскивать корзину. Отвязать ловушку – дело очень рискованное. Доверяют его только самым опытным палубным матросам. Они должны проползти по скользкой стальной ловушке, а высота поставленных на палубе одна на другую ловушек может достигать 9 метров. Да еще судно в бушующем море. Нужно быть осторожным, ведь ловушка может соскользнуть, сдвинуться. Когда ты на штабеле, и ловушка сдвинулась, ты теряешь равновесие. И если ты на краю штабеля, легко можешь оказаться в воде. Это крайне опасные ситуации. Приходится беспокоиться, как бы не сдвинулось то, на чем ты стоишь, или не поехало. Тогда, если окажешься с краю, потеряешь равновесие. Шок от удара о ледяной океан может вызвать мгновенный инфаркт. Погрузившись в воду, тело быстро теряет тепло. Чтобы защитить жизненно важные органы, кровь не должна оттекать к конечностям, так что возможность плыть исключается. К тому времени, когда тело остынет до 30 градусов Цельсия, оно превращается в ледышку. Обменные процессы прекращаются. Вскоре после этого исчезают все признаки жизни. Счет идет на секунды, так что, если ты посмотрел на палубу с одной ловушки на другую, и не увидел кого-то, и не знаешь, ушел ли он вниз за поплавками или еще за чем-то, я хочу сказать, это нужно замечать мгновенно. Капитан Маверика, Рик Куашник и его жена Донна все еще ведут лов вблизи того места, где затонул Биквелли. Во всех отношениях этот день был тяжелым для краболовов. И как раз тогда, когда показалось, что все утряслось, с другого краболовного судна, 41-метрового султана, приходят неприятные сообщения. С рыболовецкого судна султан упал в море человек. Положение судна 5,84,2,8,9 северный. Только не это. Человек за бортом. Мы его видим. Они далеко от нас. Примерно 250 километров. Поверить не могу. Сегодня тут творится что-то невероятное. 17357.22 10 минут назад человек упал за борт. Мы его не видим. Боже мой. Произошло следующее. Он наклонился над левым бортом, чтобы помочь отсоединить ловушки, и упал через левый борт. Сегодня печальный день. Билликен находится в 145 километрах к юго-западу. Слишком далеко, чтобы принять участие в спасении. Капитан Джефф Уикс знает, чтобы матрос султана остался жив, Найти его нужно немедленно. Рыболовецкое судно «Султан». Можете дать описание этого человека и обстоятельства его падения за борт? Да, береговая охрана. Его имя Ману Лагай. Рост примерно 150 сантиметров. Из Самоа. Длинные черные волосы. На нем непромокаемый костюм. Полностью экипирован. Любой, кто находится поблизости, направится к ним и будет искать. К сожалению, ты должен оказаться достаточно близко. Ведь как только человек попал в воду, его довольно быстро уносят. К тому же нет никаких ориентиров. Найти бывает очень трудно. Приходится сбрасывать в воду буйки, смотреть, куда они дрейфуют, и тогда начинать поиск. Говорит капитан Султана. Поняла вас. Береговая охрана. Мы подошли к нему, пытались взять на борт. И взяли, и он снова упал. Сейчас мы его не видим. Поняла, Шерман. Вы вернулись, чтобы его взять. Послали кого-то в спасательном костюме спуститься за борт. Его подобрали и снова потеряли. Я вас правильно поняла, сэр? Да, мы его подняли, а потом он снова упал через корму. Мы посчитали, раз они его уронили, значит, он уже был мертв. Он уже не был жив, поэтому они не смогли втащить его через ограждение. Вероятно, в этом причина. Трагический день заканчивается. Солнце садится. И команда Белликена готовится снова приступить к работе. Тома, палубный матрос Самоа, надевает спасательный жилет. Сегодня ночью может произойти что угодно. Джим, осторожнее. Тома и Тай, похоже, знают парня, упавшего за борт султана. Им известно, что кто-то погиб, но кто именно, не знают. Я им пока не говорил. Сейчас они должны сконцентрироваться на своих обязанностях. Может, это звучит жестоко, несколько хладнокровно, но не нужно, чтобы кто-то думал об этом, пока идет работа на палубе, чтобы не увеличили статистику. Установив все 90 ловушек, команда Белликена готовит сортировочный стол, чтобы быть готовыми к приему краба. Удачного лова, приятель! Капитан Джефф направляет судно к месту, где были установлены первые ловушки. А в это время команда отдыхает на камбузе. Естественно, их интересует, кто упал за борт на султане. Один парень с султана утонул. Ману с братом, они работают на султане. Это плохо. Надеюсь, это не один из них. В 530 километрах к северо-западу от Дач-Харбора на Леди-Аляска обрушивается непогода. Район 12, штормовое предупреждение на пятницу и ночь на субботу. Капитан Пит Лиски беспокоится о людях на палубе, поскольку ветер и волнения усиливаются. Повторяю, штормовое предупреждение на пятницу и ночь на субботу. Снегопад и накатывающиеся волны делают установку последней ловушки крайне опасной. Погода отвратительная. Волны 4,5 метра. И на них еще легкое волнение высотой около метра. Очень сыро. К тому же они на палубе с 11 часов, а сейчас почти 8. Так что на палубе они пробыли 9 часов, не заходя внутрь. Гороболовы привыкли к работе в опасных условиях. Но опыт не спасает от холода и усталости. Леди Аляска устанавливает последнюю из 90 своих ловушек. Наконец-то команда сможет спуститься вниз, чтобы поесть и поспать. В двухстах 90 километрах к северо-западу, в холодном черном Беринговом море, в условиях плохой погоды оказался и ретривер. Капитан Джим Стоун прошел мимо северо-западного и продолжил движение к северу, к месту, выбранному им для лова. Это традиционное место. Много раз мы ловили здесь краба. Но нет гарантии, что он будет здесь и в этот раз. Пока что ретривер не установил ни одной ловушки. Они на 9 часов отстают от остальной флотилии. Начинаем! Сегодня будем драться. Давайте зарабатывать! Прекрасно, когда ведешь лов в одиночку. Мы ловим краба и кругом ни одного судна. Когда ты не занят ловом, это может быть жутко, может нагонять тоску. Как только появится возможность, возвратимся на юг. Команда ретривера начинает наконец-то ставить ловушки. Погода ухудшается. Ледяной дождь и волны налетают на людей. Одну ловушку спустишь, и весь мокрый. Но люди продолжают механически опускать ловушки по одной через каждые 160 метров. В воде все. И команды, и ловушки. Но несмотря на то, что ребята вымокли и промерзли, они не спешат зайти внутрь и сделать перерыв. Кто-то засорил туалет. Засоренный туалет на раскачивающемся судне – проблема очень неприятная. Никто не признается, кто это сделал. Отвратительно. Ведь знают кто. Знают, что придется его ремонтировать. И хотят, чтобы этим занялся кто-то другой. Люди вымокли до нитки. Сражение с холодом и бушующим Беринговым морем дается нелегко. А теперь даже короткие перерывы становятся неприятными. На морту есть еще один туалет, но он для капитана. Понимая, что от проблемы не уйдешь, капитан Джим приходит на помощь. Уберите в том туалете. Больше мы им пользоваться не будем. Добро пожаловать в тот, что работает наверху. Но если только мне придется смывать за вами, будете пользоваться палубой. Это серьезно. Единственное, что мне нужно сейчас – нагреватель и туалет. Как только неотложные нужды удовлетворены, команда ретривера снова переходит к лоу. Мы установили цепочку здесь, в этом направлении. Мы здесь, направляемся обратно, пройдем вот здесь и пересечем вот этот каньон. Установим примерно 25 ловушек или около того. Капитан поворачивает назад. За кормой погода хорошая, так что плавание будет приятным. Он делает это ради нашей безопасности. Это существенно облегчит нам работу. Следующую связку ловушек они станут устанавливать на большей глубине. Поэтому команда дает набор линий длиной более 45 метров. Раньше они спускали ловушки за три приема. Сейчас будут за пять, чтобы достигнуть морского дна на глубине 225 метров. Команда действительно хорошая. Опускаем в несколько приемов, добавляем ловушки. И хоть кто бы слово сказал, они все понимают. Похоже, ветер километров 40 в час, волны больше 10 метров. Поскольку они начали позже, команде ретривера не остается ничего, как работать всю ночь в тяжелых условиях. Конец третьей части. Смертельный улов, часть четвертая. На Беринговом море шторм. 10 часов вечера. Прошло уже 12 часов, как большинство рыболовецких судов установили в воду ловушки для ловли крабов. Сейчас для команды самое подходящее время перекусить и чуточку поспать. Господи, жду, не дождусь. На Маверике период отдыха закончен. Капитан Рик Куашник не хочет ждать 12 часов, чтобы поднять первые ловушки и посмотреть, как там дела. Внизу жена Рика Дона готовит обильную еду перед тем, как разбудить ребят. Байрон, Байрон, что, пора вставать? Проснулся? Вот и хорошо, поднимайся. Мне так неприятно это делать. Обычно считается, что женщина на борту краболовов к несчастью. Однако команда Маверика считает себя счастливцами. Они могут вот так посидеть и поесть горячую домашнюю пищу. Ничего особенного. Так я готовлю для них всегда. Если я могу сделать так, чтобы они почувствовали себя немножко как дома, мне это приятно. Горячая еда приводит к тому, что мужчина начинает вспоминать жизнь на берегу. Как любят в открытом море. Нужно, чтобы девушки посылали тебе текстовые сообщения и письма по мейлу. Да, потом возвращаешься и застаешь ее в постели с другом. Как бы то ни было, со мной такое случается всегда. Со мной такого не бывало. Со мной тоже. Я покупаю своих женщин. Я пошел взять линии. Иди. На палубе Блейк зацепил первую ловушку в связке. Отсюда можно увидеть краба. Тяни, тяни. Держи. Ни одного. Держи крепче. Кошмар, кошмар, кошмар. Всего 10, 12, 10, 15 крабов. Давайте, вылезайте отсюда. Вот так. Будь они прокляты. Порядок. Порядок. Сколько там? Не знаю, забыл посчитать. Так волновался, что забыл посчитать в этой ловушке. Ладно, посчитай в следующей. Какое разочарование. Я рассчитывал, что в каждой ловушке будет по 140 крабов. 4 часа и на тебе. Похоже, на дни их мало. Что это здесь? Здесь не слишком много. Что? Не особенно много. Кошмар. Здесь граница твердого дна. Думаю, дальше будет лучше. С каждой ловушкой. Посмотрим. Но я надеюсь. После таких вот неудачных ловушек капитан Рик приходит к выводу, что они, вероятно, ведут лов над твердым океанским дном вместо мягкого. В этом сезоне крабы любят передвигаться группами, как следует, перемешивая питательные вещества, находящиеся в или на дне океана. По мере передвижения они кормятся. Скоро появятся. Через пару ловушек будет заметное улучшение. В этой 20. Ура! Вот, здорово! Красота! Отличный улов. Они просто прятались. Давай на пусковой стол. Вот так держи. Тяни. Тяни. Вот сюда. С ума сойти. Вываливай крабов и сортируй. Все болты повырывало. Вес крабов настолько велик, что вырвало палубные линии сортировочного стола. Сейчас исправят через минуту. Как это случилось? Как приятно, когда их много. Как и предсказывал капитан, сорвали джекпот. То, что ты здесь видишь, это же красавчик. Краб-самец. Ребята укладывают их в контейнеры. Хороший признак. Чудесный краб. Сегодня вечером мы подняли из Берингового моря отличных серых крабов. С каждой корзиной все лучше и лучше. Однако у сегодняшней победы горький привкус. Шесть жизней забрало сегодня Берингового моря. Однако сейчас оно доброжелательно к Маверику. Команда как в бреду. Все выдохлись и краба полно. Праздничная шляпа. Эта шляпа потянет на сто тысяч. Смотрите в следующем выпуске программы «Смертельный улов». Поднимаются первые в этом сезоне ловушки. Давай, детка, догадайся, кто это на крабе. Всего две ловушки и с верхней ступеньки можешь скатиться в пропасть. Кто не на крючке? Кошмар. Не двигайся. Ты не подчинился, это грех. Понял, нечестивец. Кому не везет. Плохо. Две ловушки и ни одного краба. Хоть бы один краб попал. Две ловушки и ни одного краба.